Что такое теннис, вядомо всем, а вось что такое падл теннис, чули немногие. Ну а в целом, гэта, конечно, не сумма с великого тенниса, безымовну юн просутнича, пинг-понга и сквоша. Подробяя с ней, про его расскажет старшиня Федерации падл тенниса, Игру Лахвич, у студии Март Худалей. Привет, столица! Привет, мой! Вось, есть меркование, что падл теннис гэта выключна летний вид спорта, але литерально там хвилину назад мы паразмавляли и доведались, что навод зимой, зимой у минус 15 можа быть таке вось крыху экстремальна, але это мне меньше падл теннис. Вось, саправды, расскажи, якое на двор я идеальна, але яким он все ж таки можа быть? Для игры в падл, ну, у нас, во всяком случае, в Минске, единственные площадки в городе, это падл клуб Минск на саперов 5, открытые два корта. Мы играем весь год. Сейчас классная погода, лето, очень комфортно играть, но у нас турнирный процесс не останавливается даже зимой. К нам в прошлом году приезжали любители падл из Дубаи, и они говорят, мы знаем, что в Беларуси есть экстремальный падл, и играют зимой, и хотим поиграть. Играли они в минус 15, и были счастливы. Ну, а падл теннис, все ж таки гэта худшей сквош, теннис, пинг-понг, а махчамы не то и не иншы. Это симбиоз этих видов спорта. Падал теннис, впитал лучшее от тенниса, от сквоша, от пляжного тенниса, и получился вид спорта, который просто с первой тренировки захватывает тебя, сразу погружает тебя в игру и приносит колоссальный эффект организму и пользу для человека. Падал теннис от пляжного отличается конструкцией корта. В падал мы играем на площадке 10 на 20, которая оборудована специальным забором, такой а-ля белорусский вольер, со стеклом или глухой стеной. Где мы можем играть в теннис, и мячик не вылетает у нас за пределы нашего корта. Пляж, это целина из песка, красивые виды, и забор нам не нужен. Мы бегаем, получаем удовольствие от общения, от ударов по мячу, кувырков, кульбитов. Мы играем на песке в каждом тренисе. А падал, если ты упал, то ты уже получил травму. Поэтому в падал стараются не падать. Хотя белорусы падают, тянут просто немыслимые мячи, зная, что могут травмироваться, и показывают свой национальный характер. И все-таки поднимаются, и выиграют, и это многим импонирует. И когда приезжают белорусы на любые турниры, это особая изюминка на торте. Так, ну а ты сегодня до нас завитал с инвентаром у прогожей формы, у дельника. Такое гульни. И як это правильно называется ракетки? Это ракетка для падал. Она отличается... Да, пожалуйста. А, ну таки не знаю, я думаю, махчамэ натяжки такие нормальные. Ну, вес ракетки 300-380 грамм. Ну хотя, калі вось гэты робітній кі там такі вось раз-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два. Нужна подготовка. Так, заправды, здаётся лёгкая, але парухацца з ю не так просто. Да. В отличие от теннисных, то, что нету струнной поверхности, как у ракеток для большого тенниса. А вот гэты оттулинки такі, а гэты для чого? Эти дырочки, они, во-первых, уменьшают вес ракетки. А, всё зрозумело. Позволяют нам двигаться ракеткой для аэродинамики, чтобы воздух проходил. И ещё дизайнерский такой элемент. Ну, вельми прыхожая. И отличие, вот как у зонтика, есть маленький ремень безопасности, который мы одеваем на руку. Чтобы ракетка, не дай боже, не вылетела и не попала в соперника или в партнёва. Так, ну, я хочу сказать нашим слухачам, что мы сдымаем восью гэт час так сама нашу размову з Игарам. И уся гэта пралады бачная. Тому можна быць и пасля зазернуть у наш Ютуб-канала и поглядеть, як это всё выглядае, як это всё можно патрамать. Игар, а вось, глядзи, ну, калей пачинаюць гуляць там памяж сабой, два чалавеки, умовна там, и вось ты метр девяносто, и я метр пятьдесят. И гэт нормально, что мы с тобой такие розные, альбо всё ж таки павинны быць, ну, так званые соперники одного роста, одного... Многие мировые пары имеют такие пропорции. Они, один из игроков очень высокий, а другой среднего или маленького роста. Но хочу сказать о спортсменах среднего и маленького роста. Они мега подвижны, мега скоординированы. Я сам, ну, не считая себя высоким, метр восемьдесят семь, знаю точно, что эти ребята ещё умнее нас. У них быстрее работают нейронные связи, быстрее подвижность, и они играют просто феерично и забивают такие красивые мячи. Да, мы высокие, какие-то пару смешей можем забить, но люди скоординированные маленького роста творят просто чудеса на курсе. В большом теннисе, рослые, да, это гигеймон, там нужна большая мощная подача, выход к сетке, придавить соперник. Да, да, здесь теннисные шахматы, здесь побеждает в падал не тот, кто сильно бьёт, а тот, кто быстрее отселит ситуацию и примет единственное важное решение – послать мяч туда, где соперник его уже не достанет. А кто может заниматься таким видом спорта? В целом, есть некие обмежевания по взрослу, там, мужчины, женщины, рост вага, мы заразумели, а остальные параметры? Для падала не существует возраст. В падал играют и юниоры, и люди уже в преклонном возрасте. И уже не говоря о людях, которые когда-то занимались спортом, приходят попробовать падал, и падал позволяет им улучшить свои кондиции. И что ещё немаловажно – продлить их спортивную молодость. Когда люди много занимались спортом, отдали полжизни тому или иному виду спорта, и ввиду особенностей, что, к примеру, теннис большой, всегда мощь, всегда скорости. Ну, человек стареет, к сожалению, и многие игроки не могут поддержать такой темп, такого вида спорта. Они могут плавно переходить в пляжный теннис, в падал, и там выступать за страну, выступать за себя, и ещё многое доказать, что я что-то могу, что я победитель. Ну, а як научиться такому теннису, коли заразумело той, хто приходит со спортом, там простей, там, хто займався теннисом, пасля пляжный теннис, падал теннис, тут больше заразумело. А так званые новички, те, хто, ну, николе не займався ничем, кроме, не веду, там, кросса от дома до праздника, велосипеда там. Так, вось, ти можна з нуля худко научиться такому виду спорта, особливо, коли, там, тебе уже не 16, навод, а 20-30 и так далее. Марта, хочу сказать, что в падал очень низкий порог входа. Человек, который имеет, ну, минимальную базу каких-то физических занятий, там, из университета, там, колледжа, школы, он приходит и за короткий промежуток времени уже быстро подхватывает начальные элементы падала, и он уже за короткий промежуток времени может играть на счёт. И это, ну, просто игра, которая с первой тренировки тебя захватывает. Ты её никогда не забудешь, когда попробуешь. И своей динамикой, своей красотой, и он очень весёлый вид спорта. Ты постоянно смеёшься, смеёшься над собой, смеёшься над партнёром, над соперниками, и время на курсе летит просто молниеносно. Ну, я так думаю, что, гад таки, добра антистресса, так, не дарэмно, что люди там ходят со спортзалу, кабы зняць, не тольки для того, как фигуры, так, падрымливать, леди для того, как бы зняць напроженний стресс, але, калі, там, махчыма спаборництвы, там, силовые, гэта некие больше, так зван, ну, можно сказать, так агрессивные некие, вось, такие методы, то тут напылно надворотки, я веду, что тут заусёды у вас, вось, на ваших тренировках, заусёды присутничает, ну, гумор и больше атмосфера такая, сяброская. Человек, прежде всего, окунается в эту атмосферу, падал, очень сдруживает, очень сплачивает, он очень социален, очень такой дружеский и неагрессивный. Ты приходишь, как в семью. Вот это очень важно. Ну, а я так разумею, что, вось, мінавіта, гэта той вит спорта, як і можа быць якаматорскім, просто, знау, жа, для сябе, для, там, эмоций, так і професійным. І вось веду, што на днях беларусы вернулись з Росії, дзе так сама проходзі респаборництвы, і мы выигралі тымліку і золота. Расскажи пра атмосферу, пра падрахтоку наших удельніков. Ми впервые уехали в Мурманск, нас пригласила Федерация падал-Россії участвовать в етапі Кубка России по падал. Мурманск-Север, суровий край, сурові люди, но нас дал такой теплый прием, такие радушные люди, такие же, как мы, добрые, открытые, сильные, нежадные, которые делились нами своим кровом, своим теплом, своим опытом. І чудо! Ми привезли золотую медаль і две бронзові медали. Выступили отлично. І не хочу сказати, що ми мега-звізды якісь падал, але ми украсили цей турнір своїми емоціями, своїм фірменним белорусським падалом. Ось дуже подружились, і нас так провожали душевно, що це тепло долго-долго з нами. Ну, я думаю, що яшчай многие задаються питанням, на колькі може біць травма небезпечным, вось такі, вид спорта, тому што ўсё ж такі, по-перше, ми высвітліли ракеткі, сколькі там 380 грамів, плюс вось гэты мячик, і він так сама нешта важыць. Раскажи, які можуть біць тут шакать травмы? Травмы, як в любом виде спорта, неизбежны, і якщо к ним підготуватися, робити розмінку, замінку, і вести себе разумно на корті, то цих травм падал можна практично збежати. Да, якщо ти падаєш, ну, падал играється на жовстких покрытиях чи на искусственній траві. Ця искусственна трава присыпається специальним кварцевим песком, який, якщо ти падаєш, відповідно стирає кожу, і педерми слетає, ну, дуже швидко. Ну, такі травмы просто обробував перекисью, і як в дитсі у кожного були збиті коленки з велосипеда, це все, ну... Ну, хай-то, що я точно падал. Тенніс, пляжний тенніс, кроху... Пляжний тенніс – це просто спорт, который рекомендую для всіх возрастів, тому що в пляжний тенніс, щоб получить травму, треба дуже-очень постаратися. Пляжний тенніс іграється на пісці 50 см, ти бегаєш, почаєш мега-кардио-нагрузку, але ввідом того, що покрытие – песок, твої сустави, колени і нагрузка на позвоночник нивелирується, згаджується. І це два естественних тренажера. Це якщо ми плаваємо, знімаємо нагрузку з позвоночного столба, але є нагрузка на мышційний корсет, і граємо в пляжний тенніс, нагрузка минимальна на позвоночник, на косточки, а ми заряджені кардио-нагрузкой. І все граємо, там, в падал, в пляжний тенніс, вони мають колосальну физичну фону. Вони сухощаві, страйні, і, що саме головне, визитна карточка, вони все время улыбаються, все время на какому-то супер-падал-пляжному позитиві. Вот мене, це з первих моїх лично знакомств з падалом і з пляжками захватило, і я тепер тільки цим і живу. Ну, а зимой, я так розумію, що тільки падал тенніс, поколь, що пляжний тенніс, і він, ну, всілякі мразі, в мовах нашого на двор, і він поколь, що нема няких крыльців, таких спляцівок. У нас, вот этот вид спорта тільки-только развивається, як пляжний тенніс, і падал, хоча в пляжному теннісі ми серебряний призів Чемпионата Мира в Іспанії, ну, і багато турніров ITF вігрывали. В падал, ми тільки-только делаємо перші шаги, хоча вже представляли свою страну на Чемпионате Європи в Марбеллі, в Іспанії. Все це – вопрос короткого времени. В Беларусі дуже багато потенціальних, хороших игроків, які можуть представити цей вид спорта і страну. Що касається зимний период, у нас єдинственна площадка для пляжного тенніса, крытає з теплым песком, находити в Івуче. Надеємся, що їх стане більше, і сразу буде результат в масовому количестві игроків. Пока все держиться на нас, на ветеранах, которым по 50 лет, які ще не стареють душою, як в цій песні. Але нам потрібна смена. Ми готові передати опыти, щоб наша молодіжь захищала свою страну, захищала свій вид спорта на Международному арені. Пожідаємо вам нових, ось такіх, саправдає, апантанних, худельників, ну і нових перамох, у самих розміх розміх споборництв. Я не сомневаюсь, ось поколь єсь такі, апантанне справи. Люді, так ладно, гда будем. Дякую, Іхар, що завітав. Спасибо большое. Всігда приємно к вам приходити. Для наших спхачів, я нагадаю, що у студії у старшині федерації падл-тенніс Ігор Лахович Марта Хударій так само була з вами.